Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии Зайцев Константин Борисович, руководитель Федеральной налоговой службы по Иркутской области. Константин Борисович, добрый вечер. Добрый. И начнем давайте с такого вопроса. Что вы могли бы рассказать, что появилось нового в Федеральной налоговой службе, в ее законодательстве? На ваш взгляд, наиболее важные моменты, которые вы могли бы отметить? Я бы сейчас самый главный упор сделал на то, что мы с вами как раз в преддверии декларационной кампании находимся. Мы поговорим с вами и о изменениях в налоговом законодательстве. Ну, я думаю, телезрители многие уже знают, о нововведениях их не так много. Но система налогообложения достаточно стабильна. Ставки у нас для физических лиц не меняются. Да, есть у нас повышение налога на добавленную стоимость на 2%. Ну и, соответственно, есть некие рабочие изменения, которые, в общем, носят немассовый характер. А вот декларационная кампания, в преддверии которой мы находимся, очень важна. Потому что не сдача налоговой декларации для физических лиц, для нотариусов, для индивидуальных предпринимателей, ну и для других групп лиц на сегодняшний день очень важна. Потому что, если вовремя не сдают декларацию, это штрафные санкции. Это, если не вовремя уплачены налоги после декларации 3 НДФЛ, это еще и пени. Поэтому я бы, наверное, вот сейчас на этом вопросе больше остановился. Наша декларационная кампания продолжается до 30 апреля текущего года. Наши инспекции работают на сегодняшний день в рабочем режиме вторник и четверг до 20 часов. Также в субботу и воскресенье. И 4, 5 и 25, 26 апреля инспекции будут работать в режиме открытых дверей. То есть специально мы будем отвечать на все вопросы. То есть любой гражданин, налогоплательщик может прийти, проконсультироваться. Налоговики помогут и заполнить декларацию, проконсультируют, как сделать. Хочу отметить, что на сегодняшний день у нас интерактивный сайт, который у нас есть. Можно, не приходя в налоговую инспекцию, заполнить 3 НДФЛ непосредственно через сайт налоговой службы. Декларацию, вот вы говорите, а что нового? Декларацию упростили. Она стала более простой для гражданина. И на сегодняшний день, если это было 20 листов, то сегодня 13 листов декларации. То представляете, какой пласт, ну в два раза, можно сказать, упростили. Бумаги стало меньше. Да, и можно без бумаги обойтись. Я к этому вас сейчас призываю, чтобы многие налогоплательщики постарались и зашли и заполнили декларацию через сайт налоговой службы. Это очень достаточно просто, занимает времени мало. Еще раз говорю, декларации очень понятные, доступные, и все понятно, как заполнять. Но если вдруг какие-то трудности с пользованием компьютера, мы вот в те дни, которые я сказал, мы рады помочь уже непосредственно напрямую через приемы. Поэтому хочу сказать, что это есть обязательная сдача 3 НДФЛ. Это с тех доходов, которые граждане получили, индивидуальные предприятия, еще раз, нотариусы, и не оплатили налоги. Это одна категория. Вторая категория – это кто обязан подать. Или работодатель не заплатил налоги, но выплатил вознаграждение, тоже должны подать 3 НДФЛ. Ну и, соответственно, есть еще категория граждан, которые в добровольном порядке сдают 3 НДФЛ. Для чего? Вот это очень важно. В налоговом кодексе очень четко прописана возможность экономии на налогах, буду говорить проще. То есть это социальные вычеты, имущественные вычеты. То есть если вы купили квартиру, вы можете сдать 3 НДФЛ, соответственно, вам часть налогов вернут. То же самое касается и в социальных вычетах. Лечились, учились, ваши члены семьи и так далее, тоже можно это все сделать. Поэтому это, наверное, тоже очень важный момент для того, чтобы, в общем, не так много у нас у граждан сегодня доходов, чтобы еще платить лишние налоги. Понятно. Константин Борисович, вы хорошо знаете цифры. Вот интересно, последние 3 года, какова динамика сбора налогов в Иркутской области? Ну, динамика только положительная. Я хочу сказать, что мы каждый раз, ну, мы делаем отчеты, у нас это можно посмотреть, опять же, на нашем сайте. Мы публикуем в открытую информацию, как мы на сегодняшний день администрируем налоги. Если говорить про 2018 год, то мы в федеральный бюджет собрали 270 миллиардов рублей, а в региональный 163 миллиарда рублей. В первом случае, это имеется в виду, федеральный бюджет мы собрали на 30% больше, чем в 2017 году. А если говорить про бюджет региональный, то на 17% больше. Если брать в цифрах, то региональный бюджет на 17 миллиардов рублей больше получил, чем годом ранее. И это тенденция на протяжении последних, ну, наверное, 4-х лет. Повышение НДС на 2% что дает? Ну, что дает? Понятно, что собираемость дает больше. Понятно, что налогоплательщики платят больше этого налога. Соответственно, мы больше собираем его в бюджет. Области? Это федеральный бюджет. Поэтому такая разница сегодня, диспропорция. То есть, в свое время было 50 на 50 федерального и регионального. То есть, по соотношению доходов. Сейчас из 430 миллиардов рублей, которые мы в год собираем от налогоплательщиков Иркутской области, вот, еще раз подчеркну, 270 – это федеральный бюджет, а 163 миллиарда – это региональный. За счет чего такой профицит в региональном бюджете за 2018 год? Ну, я хочу сказать, основные доходы – это, конечно, недропользователи дают бюджет региональный. Следующий по объему – это налог на прибыль. И следующий – это НДФЛ. Это то, что платят граждане. Ну, мы понимаем, если говорим мы про недропользователей, понятно, это нефть, газ и так далее. Но цены растут на эти, да, то есть, это валютные контракты, соответственно, внешнеэкономическая деятельность. Поэтому от этого увеличения доходной части, кроме этого, ну, нельзя не пройти мимо того, что налоговая служба более эффективна, скажем, годом, занимается администрированием налогов. Этому нам способствуют интерактивные все приложения, которые сегодня налоговики используют. Это система по контролю налога на добавленную стоимость, о которой вы говорите. Мы его стали в несколько раз лучше администрировать, потому что у нас появилась доступная база, и мы теперь видим, где, какой налогоплательщик, каким образом уходит от уплаты этого налога. Мы мобильно принимаем решение и возмещаем в бюджеты эти потери. Затем Борисович, есть статистика по самозанятому населению? Больше стали платить? Хороший вопрос. Дело в том, что у нас четыре субъекта Российской Федерации в России используют эту систему. Мы не участвуем, как Иркутская область, мы не участвуем в этом эксперименте, так скажем. Значит ли это, что не хочу и не плачу? Самозанятые это все равно? Самозанятые как раз, на мой взгляд, это хороший инструментарий для того, чтобы люди, в общем-то, обелили свои доходы. И будем мы разговаривать, я лично буду разговаривать и с губернатором Иркутской области, и с представителем ЗАГСобрания о том, чтобы мы сейчас просчитываем все эти вопросы и, может быть, попроситься заявиться нам в эксперимент на 2020 год. Но, опять же, это вопрос к нашим региональным политикам, готовы ли будут они это сделать. У нас четыре сегодня субъекта Российской Федерации, еще раз говорю, используют. Это Москва, Московская область, Калуга и Татарстан. Я могу сказать, что у нас достаточно много жителей Иркутской области, которые используют уже эту систему, но они являются налогоплательщиками тех субъектов. То есть они работают там, то есть они оказывают услуги там. Поэтому мы видим, что есть такие налогоплательщики. Ну и, конечно, самое, ну если кто-то заходил, смотрел, это очень простой способ зарегистрироваться и очень простой способ уплаты налогов. Константин Борисович, еще хочу спросить, отслеживаются ли операции на счетах физических лиц? Если отслеживаются, то в связи с чем? Ведь, наверное, не каждое физлицо или счет физлица сегодня может быть под прицелом налоговой. Хороший вопрос. Он, наверное, вытекает из самозанятых на самом деле. Может быть, да. Да, и не буду я вам оперативную информацию рассказывать в прямом виде, но раз самозанятые заявились и заявляются, и тенденция эта идет к тому, что любой доход на сегодняшний день контролируется налоговой службой, ну, соответственно, мы работу с физическими лицами ведем. Но тотальной проверки нет. Вы знаете, что налоговая служба использует рискориентированный подход. Я могу сказать, что еще буквально, ну, там, пять лет назад охват налоговыми проверками был 1,2% от сдающих декларации налогоплательщиков. Ну, представьте, насколько это мало. Да. Сказать на сегодня на сколько выездные проверки охват? 0,03%. Мы вообще не выходим, можно сказать, к налогоплательщикам с проверками. Мы выходим туда, когда мы видим риски. И отвечая на ваш вопрос теперь уже, если мы видим, что физическое лицо попадает в наши риски, безусловно, мы к нему выйдем на проверку. То есть, когда есть повод. Только когда есть повод. Понятно. Хорошо. Ну, такой вопрос. Но тотально мы всех, конечно, не проверим. Понятно. Константин Борисович, бюджет Ангарска, как он выглядит по поступлению, по новому поступлению? Я вот понимаю, что мы находимся, я вот уже давно у вас не был, у вас большие изменения произошли, и вы сегодня являетесь не только телевидением города Ангарска, но и региональной, в общем-то, компанией телевизионной, потому что, я понимаю, вы и на Иркутск, да, уже транслируете, наверное, тут и иркутян нужно было взять, да? Ну, давайте по Ангарску, хорошо. По Ангарску 33 миллиарда рублей от налогоплательщиков Ангарска поступает в консолидированный бюджет страны. Из этих 33 миллиардов, 9 миллиардов поступает в региональный бюджет, и 2 миллиарда 100 поступает в местный бюджет. Остается у нас. Несправедливо. Но могу сказать, что темпы роста, в общем-то, если говорить про, сравнивать с 2017 годом, 2018, то 8% плюсом. Понятно. Ну, и в заключение еще раз хочу спросить. Декларационная компания особенностей, давайте повторим, в чем они сегодня заключаются? Особенности нужно каждому налогоплательщику понимать. Если есть доходы за 2018 год, которые не задекларированы, из которых не уплачены налоги, нужно обязательно прийти и сдать 3НДФЛ, показать свои доходы и заплатить этот налог. Вот самая главная особенность. Потому что многие работодатели выплачивают вознаграждение, при этом не взымают как налоговые агенты налог. Поэтому здесь нужно обязательно продекларироваться. Учитывая, что декларационная компания... Ну и вычеты. Самое главное еще и вычеты. Ведь многие семьи сегодня учат своих детей. Многие семьи пользуются платной медициной. Многие семьи улучшают свои жилищные условия. Ну и многое-многое. Там перечень очень большой. Просто нужно зайти на наш сайт, посмотреть, какие вычеты на сегодняшний день существуют. Их очень много. Я просто в рамках нашей сокращенного времени все не назову. Я основные, говорю, могут подать 3НДФЛ и уменьшить свое налогооблагаемое время. Ну что, Константин Нович, спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам сегодня. И удачи вам в вашем и легком виде. Спасибо. И вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова